здравствуйте дорогие зрители ну садитесь поудобнее приготовьтесь нас послушать сейчас мы вам расскажем что нового интересного случилось в мыльном мире ну как раз таки очень много нового узнала бывшая жена чилийского актера гонцало валенсуэла о своем бывшем мужа оказывается модель по имени фернандо марчезольте пять месяцев состояла с ним любовной связи был пламенный роман ахуанита виали типа была не в курсе ну а может и была встречаться гонцало и фернандо стали четыре года назад познакомились они на вечеринке в итальянском городе палермо она сначала не знала кто он такой просто симпатичный парень он ей понравился они познакомились ну а потом как водится почувствовали симпатию друг другу вот так внеслся роман фернандо говорит что была с гонцало в самые трудные моменты его жизни а именно во время развода а его жене она сказала что гонцало с ней подробностями не делился своей семейной жизни что он хороший отец и неплохой муж ну и когда вот фернандо поняла что отношения те ее затягивают а так сказать никаких так сказать решений гонцало ей не предлагает она от него ушла вновь они начали встречаться в 2011 году и гонцало сказал что собирается разводиться но ничего у них с фернандой не вышло постепенно все сошло на нет и они даже по перестали писать друг другу ну она считает что самой большой их проблемой стала женщина по имени хуана виали жена конца а ведь фернанда хотела за гонцало замуж хотела иметь нормальную семью даже хотела бросить свою работу в модельном бизнесе ну что делать не повезло сама хуана виали была обвинена в неверности своему мужу которому она якобы изменилась бывшим министром экономики аргентины мартина мусто это и было причиной скандального развода в общем это был скандал года сами сами знаете да хуана отрицает неверности просит прессу не обсуждать эту тему ради их детей но пикантная подробность состоит в том что лусто сейчас живет с другой аргентинской звездой карла петерсон и даже родил вместе с ней ребенка но в общем крайне запутанные отношения крайне запутанные какие-то такие вот связи разводы и все остальное в общем можно можно снимать сериал совершенно спокойно а вы еще говорите что таких вот разворотов к сериалах жизни не бывает бывает у дженнифер лопес украли фото но не те что вы подумали не интимные а гораздо хуже не от фотошопленные с жирком на боках а чего вы хотели чтобы женщина за 40 блистала фигурой адрексичного подростка такого не бывает но если только конечно на себя голодом не морит хуже другое такие вот фокусы с фото подвигают миллионы простодушных бабс садиться на жесточайшей диеты доводить себя до голодных обмороков а может чего еще и похуже ну вот а джейло могла бы и выступить публично и сказать идиоткам что ничего особенного ну да но жирок но не тростинка но зато пою и танцую отлично вот и вы пойте и танцуйте двигайтесь бегайте побольше плавайте будет вам счастье кстати ее бойфренд каспер смарт сказал что сейчас джейло готовится к выступлениям потом она будет сниматься в кино и репетирует по 12 часов в день практически до трех-четырех часов утра вот вам пожалуйста так сказать хороший способ сбросить все это сказать лишние накопившиеся жиры вот так вот попляшите каждый день до трех-четырех часов утра все и растает сама марк энтони получил неожиданный иск от своей бывшей жены дайонары торрес не прошло десяти лет после развода как она придумала потребовать 112 тысяч долларов в месяц на содержание своих двоих детей от марка энтони ну адвокаты считают что с шансов нет во-первых слишком много времени прошло а во вторых марк энтони свои отцовские обязательства исполняет образцово и сама торрес это признает пара развелась 2000 в 2004 году и торрес получил алименты в размере 17 тысяч долларов ежемесячно дом полное медицинское обслуживание для детей оплату их учебы их классов музыки танцев машину видимо маловато видимо еще хочется ну сравните 17 тысяч долларов в месяц и 211 тысяч долларов в месяц ну может не хватает на пластику подтяжку круговую липосакция то все возможно кстати совершенно сериальная история еще одна на сегодня приключилась с ариэлем лопесом падилья и его дочерью марии значит она дочь его от актрисы марианны леви так вот мария заявила что собирается жить с хусей марией фернандесом по прозвищу эль перру он брат актрисы шантали андера и четыре года был мужем матери марии марианны леви лет она развелась с ариэлем лопесом падилья и вышла замуж вот за этого вот перца сейчас девочки исполнилось 18 лет и она решила отметить совершеннолетие вот таким вот оригинальным способом бедный отец смирился с этим решением и говорит что уважает решение дочери но от этого не в восторге совсем ну еще бы ну во первых ладно что этот человек бывший муж матери девушки но всяко в жизни бывает так ладно ладно что ему почти 50 и он не в лучшей физической форме ну тоже в общем любовь зла но он жуткий бабник и в общем как говорят очень многие полнейший козел по жизни женщин у него было так много что он уже еще там потерял меняет он их как перчатки ну ну что тут поделать уговоры видимо не подействовали отец уже пытался и мытьем и катанием и так и это бесполезно но сами понимаете девочки в этом возрасте ужасные думы ну что когда он ее бросит тогда она очень с похватиться а пока что бачили очи шукупувалы ну и последняя новость довольно таки забавная на сегодня это андрес гарсия андрес гарсия у нас высказался очередной раз о своих коллегах по спектаклю запах гордений ну как он вообще личность у нас настроена и критически вы это прекрасно знаете и вот данный конкретный момент больше всех досталось давиду сипеде андре сказал что да он конечно актер то есть все 350 но лучше бы ему не пить как еще короче не пой давид но не надо знаете как то и песенки есть есть такие голоса встают дыбом волоса хотя давид сипеда себя позиционирует как певец и даже диск выпустил чтобы вы знали но зато он похвалил артура кармону который роль знает на сто процентов и вот хосе рону достоился снисходительной похвалы за шарм но его покритиковали за недостаточное знание роли гарсия горе снова признался в том что да язык его это враг любит он правду матку в глаза резануть так сказать невзирая на лица может и не надо было так поступать правда ведь никто не любит тем более так сказать наш брат актер жутко обидчивый прям как мимоза чуть что сразу скукоживается ну и с работы из-за этого проблемы вечные в общем то но поздно теперь теперь уже в 70 с копейками лет как-то поведение менять уже не приходится так что слушайте ребята чего вам скажет ну вот на этом все до свидания подписывайтесь на наш канал ждем вас на следующей неделе